Функции Грина Функции Грина, как мы на самой первой лекции в начале учебного года говорили, это самый мощный, который есть, способ решения неоднородных уравнений. Уравнений, у которых не ноль в правой части, а какая-то там функция от переменных. Вот мы в этом разделе программы изучим, какие у них особенности имеются этих функций Грина, как их строить в тех случаях, где это возможно, как с их помощью решать неоднородные уравнения. Начнем мы с того, что такое полуоднородная задача. Что такое полуоднородная задача? Итак, у нас имеется какое-то дифференциальное уравнение, неоднородное. Л уравняется Ф от Х. Л это линейный оператор, как правило, второго порядка, как мы знаем от физики, он бывает. Ф от Х, какая-то функция, это должно быть где-то в какой-то области прилино. Давайте я нарисую область Д, которая является под множеством РН. В каком-то, в каком-то размерном пространстве. Ну и в этой области есть граница С, которая есть, ну в любой области вот есть граница. А давайте на границе мы должны предположить, что есть какие-то граничные условия. Давайте в общем виде тоже их сформулируем. Значит, Б это граничный оператор, который действует только на границе. Ну, тоже какой-нибудь дифференциальный оператор первого порядка. Или даже действенный оператор какой-нибудь там оператора действует. Вот надо, чтобы под действием оператора НУ на границе получалась всегда функция Ж от Х. Найти такую функцию. Вот это вот все вместе, вот это вот и это вместе. Давайте обозначим задачу 0. Это неоднородная задача. Неоднородное уравнение, тут стоит Ф от Х, и в граничных условиях тоже стоит Ж от Х. Все то и другое неоднородно, это самая общая постановка. А, давайте напишем полуоднородную задачу. Полуоднородная задача. ЛУ равняется Ф, а БУ на С равняется нулю. То есть, в правой части уравнения мы оставляем неоднородность, а в правой части граничных условий не оставляем. Пусть там что-то равно нулю, функция или там ее производная, что-нибудь обращается в ноль. Мы здесь не пишем, что... Вот тут пишем С, а тут можно написать, что это в Д. Ну, так просто не принято писать, но вообще-то все симметрично. В Д вот так-то, а в С вот так-то. Давайте эту функцию, которая решением является У1, обозначим. Она решение задачи 1, чтобы не путать с той функцией У. В принципе, есть и вторая полуоднородная задача. ЛУ2 равняется нулю, БУ2 на С равняется Ж от Х. Это задача 2. Ну, мы в основном будем заниматься задачей 1, но и задачей 2 тоже обязательно маленько позанимаемся. Она тоже называется полуоднородной, назовем ее второй полуоднородной задачей. У нее, наоборот, в правой части уравнения ничего нету, а в правой части граничных условий есть функция Ж от Х. Давайте, пусть, предположим, мы как-то решили задачи 1 и 2. Тогда сумма моих решений есть решение задачи 1. Решение задачи 0, извините. Как это доказать? Давайте подставим эту сумму вот в уравнение, в ЛУ. Ну, что будет? ЛУ1 равняется Ф, а ЛУ2 равно нулю. Л на У1 плюс У2 равняется ЛУ1 в силу линейности плюс ЛУ2 равняется вот это вот 0, а вот это вот Ф. Все, Ф получилось. Теперь Б на У1 плюс У2 на С. Равняется БУ1 на С. То есть БУ2 на С. Тут наоборот. БУ1 равно нулю, а вот здесь вот получится Ж. То есть это равняется Ж от Х. Все. Мы доказали, что сумма этих двух решений есть решений. Таким образом, в силу линейности можно взять сначала решить задачу. Первую полуоднородную задачу, потом вторую полуоднородную, а потом сумма их решений и будет нашим решением. Более того, можно и дальше там где-то разбивать. Например, если у вас уравнение второго порядка, обыкновенное, там две границы есть, можно разбить задачу 2 на сумму двух задач на первой границе, чтобы была заданная функция, а на второй 0. У другого вторая заданная функция, она первая, а потом сложить эти решения и так далее. Вы в силу линейности можете все дальше разбивать эту задачу на еще какие-то задачи. Но вот это вот разбиение, оно общее, поэтому мы его с вами прошли. И вот теперь мы хотим решить первую полуоднородную задачу. Вот и мы хотим написать у 1 от x равняется интеграл g от x x трих f от x трих d x трих по области d. Вот вот такую запись в старых книжках называется интеграл дюамель, а сейчас, по-моему, даже уже никак не называют, но напишу, чтобы вы понимали, о чем речь. Почему мы в таком виде можем записать? Ну, из общих соображений, поскольку у нас линейный оператор, то у нас вот в этом пространстве функции, которые удовлетворяют нашим граничным условиям нулевым, действует линейный оператор. Ага, у нас есть теория Мариса, мы можем линейный оператор записать в виде такого интегрального оператора. Ну, правда, мы должны предполагать, что g это не просто функции обычные, а это обобщенные функции. Там может дельта-функция какая-то содержаться или даже ее производные разложения вот этого g. Ну, в таком в общем виде всегда линейный функционал так же. То есть, это только предположение линейности. Вот это вот же называется функцией грина. Ну, если совсем точно, это функция грина, задача один. Вот, мы должны с вами разобраться хотя бы как это все устроено, как записать функцию грина в каком-то виде, чтобы ее можно было анализировать. Давайте для этого мы погрузимся в воспоминания о функциональном анализе. Вы все это, наверное, проходили, просто мы немножко напомним. Второй пункт будет такой. Разложение оператора по проекторам. Вот у нас есть задача один, которую мы все время решаем. мы хотим в этом пространстве функции, которая удовлетворяет нулевому граничному условию, записать решение, построить эту самую функцию грин. Мы знаем, что решение всегда в таком виде записывается. Вообще, любой линейный оператор, вот у нас есть оператор L, L, U от X равняется интеграл K от X штрих U от X штрих D штрих области D. K называется ядро интегрального оператора. Какой бы ни был линейный оператор L, его можно записать, его действие в таком вот виде, в виде какого-то интеграла. При этом K, понятно, тоже не обязательно функция, а это, вообще говоря, обобщенная функция. Поэтому можно записать K от X штрих ну, если оператор второго порядка видит такого разложения A2 Δ2 штрих от X минус X штрих плюс A1 Δ штрих от X минус X штрих плюс A0 Δ от X минус X штрих. Вот это в случае оператора второго порядка, а так, если произвольный оператор, то будет какой-то полином такой, ну, что-то вроде полинома содержать. Вот если этот ряд бесконечный, так это общий оператор в теории обобщенных функций, а если этот ряд обрывается, такой оператор называется дифференциальный. Вот есть самая старшая производная, она и даст порядок этого дифференциального оператора. дифференциальный оператор. Мы только дифференциальный оператор рассмотрим, хотя, конечно, эта теория обобщается для произвольных операторов линейных. Теперь давайте напишем спектральную задачу, или задачу на собственные значения. L psi nt равняется лямб dn psi nt от x. Давайте три обозначим. Вместо неоднородной задачи, давайте посмотрим, как решается для этого же оператора спектральная задача. Для того, чтобы спектральная задача как-то более-менее простое решение имела. Обычно предполагается, что оператор этот, помните, как в прошлом семестре, что он самосопряженный и отрицательно определенный. Как лаплас. Пример оператора лапласа. Он самосопряженный и отрицательно определенный. L равняется L крест самосопряженный. лямбда н меньше нуля. Отрицательно определенный. Либо его называют полуограниченный. вот такие естественные свойства, но мы не всегда будем, мы с вами будем иногда искать и длине самосопряженных операторов, функций гринных. Это нам просто для теории так удобнее, он красивее выражается в таких случаях. поэтому в основном для таких операторов мы будем все доказывать для таких, а потом иногда будем и для более общих операторов искать функцию грина. Итак, если оператор самосопряженный, то мы знаем, что можно выбрать из этих собственных функций ортогональный базис, а потом можно на соответствующие нормировочные коэффициенты их умножить и получится нормированный еще к тому же базис. Это называется ортогональность. интеграл по области d psi сопряженная mt от x psi nt от x по dx равняется дельта mn. Ну, и совсем строгая ортонормированность. Вот такие функции можно всегда выбрать, если оператор самосопряженный. кроме того, у этих собственных функций, как вы знаете, если оператор хороший, вот, например, такой, как мы сказали, самосопряженный, знак определенный, дифференциальный оператор, есть еще полнота. в прошлом семестре подробно обсуждали, что есть достаточное условие полноты. сумма по n psi nt от x psi nt сопряженная от x штрих равняется дельта от x минус x штрих. Что означает такое условие? Это означает, что любую функцию можно по этим psi n разложить. Вот что значит, умножаем на какую-то там функцию скалярно, умножаем на функцию, интегрируем и получается коэффициенты разложения этой функции. Вообще все коэффициенты можно найти. Любую функцию, конечно, принадлежащую этому же самому пространству, с нулевыми ограниченными условиями, можно разложить. Вот так пишется полнота. Ну и теперь можно взять на это условие полноты и подействовать оператором L. В правой части ничего не изменится, будет L на дельта-функцию, то есть L будет. А вот в левой части L подействует на psi и здесь выскочит собственные значения лямбда и получится вот такое выражение. L равняется сумма по N лямбда N psi от x psi nt сопряженный от x штрих. Ну, если это не совсем L, это вот получится, это вот то, что мы обозначили за K, видите, вот это вот ядро, это вот то, что надо подставить в интегральное представление K от x штрих, это, конечно, к L имеет отношение, но это, строго говоря, мы обозначили за K. Вот ядро оператора, интегральное ядро от этого оператора L будет вот такая сумма. В отличие от условия полноты тут еще лямбда N встанет. Ну, и, соответственно, можно взять обратный оператор и для него то же самое разложение написать, но только будет вместо лямбда N единица на лямбда N стоячий. G от x штрих равняется сумма по N единица на лямбда N пси-энтой от x пси-энтой сопряженной от x штрих. Это интегральное ядро обратного оператора. я напишу, я напишу, что лямбда N не равно нулю. Если мы такой ограниченный случай рассмотрим, когда оператор полуограниченный, то и не может быть лямбда N равен нулю. В общем случае, где-то лямбда N может обращаться нуль, тогда это разложение не годится. Для прямого все равно годится, а для обратного вот так вот нельзя написать. вот мы записали разложение ядра прямого оператора, ядра обратного оператора по вот этим самым пси-эн, пси-эн штрих. Вот эти вот величины можно назвать проекторами, потому что пси-эн от x, пси-эн сопряженная от x-штрих проектирует как бы на подпространство принадлежащее заданное собственное функцию, вот на заданное подпространство. Вот эти все формулы гораздо проще становятся, а если их не писать в конкретном базисе, как мы сделали, а написать в общем виде, как в векторном, в векторном гильбертовом пространстве, удобнее всего изображается в брайкет обозначениях. Если вам эти обозначения не нравятся, то что дальше буду рассказывать, можете пропустить. Совершенно не обязательно, можно и сложные, зачем вам простые, если вы умеете писать сложные. Брайкет обозначения psi nt от x равняется x на n. Давайте вот гет-вектор n ведем, который обозначает nt состояние, nt собственную функцию, а вот когда мы спроектировали на вектор x, мы записали просто этот вектор n в координатном представлении. И все, что выше было написано, это все координатное представление тех пор. Давайте без координатного просто запишем их в инвариантном виде, как вектор, как вектор r умножить вектор на p, равняется вектору момент. В общем, независимая от байса запись. Конечно, она красивая для того, чтобы запомнить, формула хороша, но в конце концов, когда вы считаете конкретную задачу, вам все равно в базисе надо в каком-то работать, и желательно его хорошо выбрать, чтобы как можно меньше компонент было неравных нулю, чтобы удобно было работать. Тем не менее, в формулах стоит записать в каком виде. Тогда задача на собственное значение 3 будет так записываться. l на n равняется λn на n подействовали на состояние на вот этот вот вектор n оператором l получили, что λn умножился. Это собственное состояние. Смотрите, если мы слева умножим это на x, то как раз получится, вот здесь получится p, c, n, здесь получится то, что надо. Это самое ядро. смотрите, значит, x l x' x'n равняется λn xn. Я слева на x умножил, а здесь я проложил полную систему, вот эта вот полная система. ну и здесь надо строго говоря сумму там или интеграл по 2 и штрих написать по повторяющимся. У меня получилось справа λn psi от x как раз, а слева смотрите, что получилось. Интеграл k от x и штрих psi nt от x штрих по области d. То есть вот прямо то, что здесь написано, означает, что ядро интегрального оператора это просто оператор записанный в координатном представлении. Взяли его на x и на x и обложили и x и штрих получилось как раз ядро k от x и штрих. Итак, спектральную задачу мы записали. Теперь давайте для закрепления успеха остальные все лучшие формулы перепишем в хороших еще обозначениях и обведем. Дальше у нас идет условие полноты и ортогональности. Ортогональность. ну вот у нас все nt умножить на то есть у нас стоит так вот так вот n x x а здесь mt сопряжен но у нас nt не сопряжен сопряженный я перевернул ну переставил местами и вот интеграл вот этого под x вот такая сумма по x равняется дельта mn вот смотрите здесь внутри стоит x и таки повернуты в разные стороны это проекторы такие стоят и полная сумма то есть в силу полноты вот эти x можно отсюда из этого равенства просто убрать и будет уже что-то не зависящее от представления вот что такое будет m n равняется дельта mn вот это вот в новом виде в ненавариантном записано условие полноты теперь давайте попробуем записать условие а это ортогональности конечно извините ортогональности а вот теперь только попробуем записать условие полноты вот это вот ну что у нас будет сумма по n тут будет nt x n n x равняется а дельта от x x давайте так запишем ну мы знаем что они вот это вот а теперь смотрите давайте справа уберем x x кет а слева уберем бра вектор x уберем и все независимо от них все должно быть справедливо и получится полнота записанная уже в бюсе аквабазе сумма по n n n равняется единице вот это вот полнота записана без всякого базиса справа стоит не единица а стоит та палочка которая между бра и кет векторами вот мы вот смотрите вот вот это вот эта палочка или вот одна из этих двух а вот это вот а это и есть единичный оператор то есть с точки зрения интегрального представления это вот в нашем условии стояла дельта от x минус х это ядро единичного оператора интегрального который не меняет функцию просто вот оставляет ее такой а с точки зрения инвариантных таких брайкет обозначения это вот такая палочка единичный оператор и так ортогональность полноту мы записали а теперь нам осталось написать прямой и обратный оператор вот в этих обозначениях то есть надо на это подействовать оператором ну вот в силу задачи на собственное ощущение лямбден выскочит и получится что л равняется сумма по н лямбден н давайте это кружим подействовали лямбден выскочила вот эти вот величины н которые повернуты в разные стороны это проекторы проекторы на нтс состояние на эту собственную функцию вот еще на лямбден вот когда мы все проекторы просуммировали полечись единиц полнота или там функциональном анализе это очень научно называется теорема разложения единиц вот а вот когда подействовали тут прям оператор получился теперь если мы перейдем координатное представление то есть сюда на х трих а сюда на х умножим то получим прямо ядро к ядро прямого оператора в виде интегрального ядра теперь давайте обратный оператор запишем как бы сходу чтобы закрепить успех л минус первой равняется сумма по n и днис на лямбда n n это прямой а это обратный оператор обратный оператор то есть ну опять конечно вот такое разложение годится когда лямбда n не равно нулю теперь если мы опять обложим х и х трих то мы получим ядро интегральное ядро обратного оператора то есть функцию грина наш по определению g отсюда g от х и штрих равняется сумма по n единиц на лямбда n x n n x штрих вот это вот x n это как раз у нас psi nt от x смотрите а n x это psi сопряженная от x штрих как раз стоит то есть мы просто в точности получили нужную нам формулу вот такая у нас функция грина ну конечно надо обязательно заметить что прям вот по этой формуле искать функцию грина никто никогда не будет может быть одна такая задача есть задачники где из-за какой-то симметрии этот ряд суммируется вообще-то его трудно довольно поэтому надо какие-то свойства изучить играх это хорошо для доказательств но не очень удобно для практических расчетов пользоваться этой формулой давайте изучим свойства функции грина третий пункт свойства функции грина первое свойство интеграл диамиля у 1 от x равняется интегралу g от x x трих f от x трих до x трих по области d вот о том что решение задачи 1 дается вот таким интегралом как это понять ну вот вот как понять вот у нас обратный оператор это его интегральное ядро вот значит тогда чтобы найти действие обратного оператора надо вот такой интеграл написать то есть это вообще даже доказывать просто видно по определению понимаете когда у нас функциональный анализ повторен и все записано то вообще нет проблем вот сразу видно что в силу линейности так вот и будет а если у вас нету линейности в задаче так никогда так не будет второе взаимность g от x x трих равняется g сопряженная от x штрих x если l равняется l сопряженная то есть если оператор самосопряженный то есть такое свойство взаимности g от x x трих если взять переставить x и x трих местами еще g сопряжь то вот в этого останется все то же самое как это доказать ну давайте вот возьмем обратный оператор разложенный по проекторам и посмотрим на формулу зель минус первой видно что если оператор самосопряженный все собственные значения лямбдн действительные поэтому если мы вот этот оператор сопряжем комплексно ну еще останется все то же самое да ну или из той формулы которая вот разложение g от x штрих единица лямбдн все нт вот смотрите давайте на нее посмотрим эту формулу давайте я пронумерую звездочкой на нее сошлемся в каком хотите в конкретном без конкретного представления вот вот эта вот формула звездочка давайте x и x-трих переставим ну здесь тогда будет x а здесь x-трих а здесь сопряжение не там стоит давайте еще сопряжем тогда здесь будет сопряжение где надо если лямбдн не испортится ну не испортится если оператор самосопряжен да вот и все напишу следуя этой звездочке отсюда физический смысл этой функции грина вот у нас имеется какая-то правая часть что-то такое в каком-то уравнении там токи заряды что-то какая-то внешняя сила какая-то действует там или нагревание там что-нибудь источник звука в самых разных областях физики разный смысл ну это всегда сорс источник вот давайте сначала возьмем источник в виде дельта функции посмотрим какой будет на него отклик а потом в силу линейности такие источники надо просуммировать чтобы любой реальный источник интезерии получится вот такой интеграл же же это отклик на какое-то единичное возмущение поэтому у нас есть точка x это точка наблюдения и штрих это точка источника если мы в точке x там какой-то воздействие и в точке x наблюдаем что у нас тут такое изменилось какая там к нам волна пришла вот а теперь давайте все сделаем наоборот точки x возбудим а в точке x будем наблюдать оказывается что если там ну вермитов оператор определенные предположения взаимодействия там все разумно никакой диссипации нету то будет то же самое вот смысл вот этой вот взаимности функции грин и третье свойство уравнение это вот то что я давно обещал что суммировать эти ряды не очень удобно поэтому давайте получим уравнение на функцию грин на уравнение мы уже ну не то чтобы всегда но во многих случаях уже даже умеем решать ну там столько времени занимались этими уравнениями что если сведем к уравнению то почти наверняка все сделаем для этого надо вот эту функцию грин от x подействовать этим оператором вот у нас функция грин сумма днис 0 лямб дн давайте прямо вот из этой самые наши звездочки это будет l на сумму по n единицы на лямб дн psi от x psi нт сопряженный от x штрих ну как вот вот отсюда лямб дн выскочит да мы знаем что только на это действует от x штрих не действует оператор оператор всегда будет по x действовать чтобы это запомнить считайте что x это переменная x трих это вообще параметры некоторые все операторы у нас по первой переменной будут действовать лямб дн выскочит и сократится если оно не равно нулю оно и не равно нулю у нас равняется сумма по n psi nt от x psi nt сопряженный от x штрих ну а это уже по условию полноты дельта функция то есть вот такое будет уравнение l на g равняется дельта функции от x минус x штрих вот такое уравнение и надо будет нам всегда решать чтобы находить функции Грина вместо того чтобы суммировать отряд который редко когда суммируется что это означает уравнение смысл у него такой же простой как у второго свойства вот у нас то самое такое уравнение когда мы решаем мы находим отклик на точечный источник в точке x штрих что будет в точке x если один раз одно какое-то дельта функционное такой всплеск такое возмущение раз и смотрим что в точке x ну вот а там потом другое в точке x третий а потом мы по всем интегрируем и получаем что надо эту функцию проинтегрировать и тогда мы найдем реальное решение полуоднородной задачи один ну и теперь мы начинаем следующий раздел мы это все проиллюстрируем на операторе штурма Левилля левилля итак давайте начнем с одномерного пространства самый простой случай n равно единице тогда у нас вот есть rn вот то которое у нас фигурирует это просто r или r1 это числовая ось область dn числовой оси это какой-то такой интервал между двумя точками а и b между ними находится область d d равняется интервал от а до b ну давайте а сделаем нулем а b сделаем единицей там замена независимой плюм всегда может в этом нет проблемы как пишут в научных статьях без потери общности границей с с с состоит из двух точек точек 0 и точке 1 вот 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 она граница граница состоит из двух точек так что общая неоднородная задача говорит что вот давайте дадим уравнение второго порядка на интервале а в точках какие-то значения зададим вот будет общая задача 0 а теперь полуоднородная задача в этих точках будет например функция равна нулю или производная равна или еще что-нибудь давайте проверим в каких случаях этот оператор хотя бы будет самосопряженный при нулевых гранических условиях у от нуля равняется у от единицы равняется нулю значит в ль у равняется ль сопряженная в на у это определение сопряженного оператора если они совпадают то он будет самосопряженный но при этом надо не забывать что они должны быть на одном и том же пространстве функции определены вот давайте мы с этим оператором штурмолювили второго порядка разберемся когда он может быть самосопряженным при нулевых грамм условиях для этого мы считаем такой интеграл в на л на у по дх от нуля до единицы это как раз будет в на л на у вот такое скалярное произведение мы считаем ну пусть у нас функции действительные комплексное сопряжение писать не буду а равняется интеграл от ляда единицы в на п у два штрих а плюс куб на у штрих плюс р на у дх теперь нам надо интегрировать по частям что делать нам надо вот к этому виду все свести чтобы весь оператор действовал на в а у просто было выносило за скобку чтобы вообще честистенько виде без действия оператора остался поэтому в первом слагаем два раза надо по частям по второму один раз в третьем и не надо вообще ну что будет в на п на у штрих от нуля до единицы минус в п штрих на у от нуля до единицы это вне интегральной члены первого слагаемого плюс интеграл от нуля до единицы п на в два штриха на у под икс это только первое слагаемое я написал давайте вторым ну второе уже легче писать как мы как и в прошлом семестре все самое трудное уже сделали мы конечно очень сосредоточились чтобы здесь минус не забыть а здесь плюс но потом уже зато все основное сделано минус то есть плюс сначала плюс плюс в на ку на у от нуля до единицы минус интеграл от нуля до единицы ку на в штрих на у под икс и плюс интеграл от нуля до единицы р у в до икс этот интеграл вообще не меняется и с ним даже ничего делать не надо где нет производных там и так все хорошо итак давайте начнем с внеинтегральных членов с ними будем разбираться у нас известно что удовлетворяет нулевому ограниченному условию поэтому у от нуля и у от единицы это нули и вот это вот вот это можно просто зачеркнуть и вот это тоже можно зачеркнуть внеинтегральных членов но обратите внимание не все и было бы плохо если бы все зачеркнулись у нас еще один остался вот он в п на у штрих он не равен нулю вообще говоря у штрих мы не можем гарантировать что там ноль даже точно не ноль если бы еще и у штрих было ноль так бы было слишком хорошо это была только нулевая функция поэтому мы для того чтобы выбросить внеинтегральный член должны еще одно условие написать условие на v на функции сопряженного пространства или дуального как пишут вот эти функции v тоже должны удовлетворить вот такому v от нуля равняется v от единицы равняется нулю вот только тогда давайте я стрелку наоборот вниз напишу это обратится в ноль вот а дальше мы должны посмотреть такие же получились как на u а такие же значит то же самое пространство теперь у нас есть шанс что этот оператор может оказаться хоть как при каких-то условиях самосопряженным но для того чтобы он был самосопряженным надо чтобы интегральные еще совпали вот у нас стоит видите lv на u стоит вот l сопряженная чему равно l сопряженная l сопряженная равняется вторая производная вот она где стоит давайте когда ну ладно так когда на v действует давайте так напишем или на v сразу pv2 штриха минус qv штрих плюс r v это должно совпадать с действием l на v чтобы оператор был самосопряженным l на v чтобы l был самосопряженным оператором ну вот теперь нам надо приравнять коэффициенты при одинаковом производном начале конечно перерыв и так мы остановились на том что мы перебросили производные интегрируя по частям и получили выражение сопряженного оператора как он действует на v а он должен так же действовать как l то есть вот эта вот величина давайте это продифференцируем pv2 штриха плюс 2p штрих v штрих плюс pv2 p2 штриха на v минус uv штрих минус q штрих v плюс rv должно равняться pv2 штриха плюс q на v штрих плюс r на v вот должно такое равенство выполняться ну давайте теперь приравняем коэффициенты при одинаковых производных при v2 штриха что стоит тут стоит p и там стоит p то есть это тоже всегда и так выполняется при v штрих тут 2p штрих минус q а тут q стоит и при v при v здесь стоит p2 штриха минус q плюс r равняется r ну первое равенство вообще тоже действую можно не рассматривать в третьем можно r сократить p2 3х минус q штрих извините минус q штрих равняется я штрих здесь пропустил минус q штрих равно нулю ну вот два условия мы их никогда и не выполнили но к счастью эти условия следствия одно другого вот это вот условие получается из этого если его продифференцировать смотрите 2p штрих равняет 2q p2 штриха равняется q штрих как раз поэтому эту систему уравнений к счастью решается и получается что p штрих равно q вот это вот и есть условия самосопряженности оператора штурма-левилля самосопряженно я буду так сокращать оператор штурма-левилля оператор слово тоже хочется сократить выглядит так у него стоит q равное p штрих то есть его можно так написать l равняется d под x p от x d под x если он стоит там действует на функцию у а слева стоит функция в мы начинаем по частям перебрасывать видно что d под x здесь подействует на другую функцию p от x то есть он таким же останется если граничные условия еще позволят то этот оператор будет самосопряженный теперь мы рассмотрели задачу о том что будет при нулевых граничных условиях вообще-то не только при нулевых граничных условиях мы не рассматривали все случаи подряд но есть и другие граничные условия при которых он будет самосопряженный первое граничные условия это у от нуля равно у от единицы равняется нулю нулевые это мы рассмотрели второе граничные условия это у штрих от нуля равняется у штрих от единицы и равняется нулю ну это нулевая производная помните мы в прошлом семейтре решали сдачу про струну была струна с закреплённым концом, это были нулевые граничные условия. А был такой конец струны на колечке, и эта колечка по стержне туда-сюда ходит, тогда производная равна нулю, а функция какая уж угодно, какая получится. Вот это вот нулевые производные. В принципе, возможно, линейная комбинация альфа на функцию плюс бета на её производную равняется нулю. И тоже годится, тоже будет задача самосопряжённая. Вы можете совершенно аналогичное вычисление проделов доказать. И третий вариант. у от нуля равняется у от единицы, у штрих от нуля равняется у штрих от единицы. Они называются периодически. Периодически граничные условия. Функция сохраняется и производная первая сохраняется на краях. Это называется периодически условия. Вот периодическими тоже задача самосопряжённая. Но имейте в виду, что если вам обязательно дома, когда будете готовить, проверьте с разными условиями, с какими-нибудь, хоть с вторым или с третьим, что будет всё хорошо. Задача будет самосопряжённая. Сократятся вне интегральные члены. И получится то же самое пространство функции для сопряжённого пространства. Или дуальным. А если наоборот поставить задачу, доказать, что только в этих случаях оператору, тогда она сильно сложная. Не знаю, мало ли кто с ней справится. А вот если ответ подсказать, проверьте, тогда нормально. Задача решается. Это достаточно. Там средний уровень подготовки нужен. Никакой не высокий. Теперь вот и так мы разобрались, когда он самосопряжённый. Но мы будем не только будем и длине сопряжённых задач находить функцию Грина. А давайте это самое напишем, что P G 2 штриха плюс Q на G штрих плюс R на G равняется дельта от X минус X штрих. Вот уравнение на функцию Грина, которое нам надо решить. А вот когда вы написали, что L равно деку это X P плюс X почему R нет? Чего нету? R и X нету. А, плюс R, извините, извините. Правильно говорить. Правильно, правильно. Плюс R просто входит в виде суммы, но входит, конечно. Вот я написал уравнение на функцию Грина. Я напоминаю, что штрихи в одномерном случае и в любом случае означают дифференцирование по первой переменной. А вторая это X штрих, она точка наблюдения, не входит как параметры, мы про нее даже не вспоминаем до поры до времени. Вот нам надо решить такое уравнение. Уравнение сдает функцию в каком-нибудь месте. Вы знаете, как решать. Для этого надо это уравнение проинтегрировать. Это называется локальное интегрирование. Вблизи точки X равняется X штрих. То есть интеграл по DX от минус эпсилон, от X штрих минус эпсилон до X штрих плюс эпсилон. Вот таким оператором надо все это уравнение проинтегрировать. Что будет вот здесь со второй производной? Значит, поскольку эпсилон мы потом все равно устремим к нулю, то P можно в точке X штрих вынести из-под интеграла. Будет P от X штрих. А дальше. А G2 штриха нам надо интегрировать. Что такое интеграл от второй производной? Это первая производная. А первая производная на верхней минус первая производная на нижнем пределе, потом эпсилон будем устремлять к нулю, имея в виду, что эпсилон маленький. Это скачок первой производной. При интегрировании второй производной изникнет скачок первый. Теперь при интегрировании тут во втором слагаем Q от X штрих тоже вынесется. G штрих когда проинтегрируем будет G. Если G считать непрерывный то это будет ноль. Будет скачок G который равен нулю в точке X равняется X трих. Квадратными скобками я всегда скачок обозначаю. Ну а последним слагаемым будет тоже ноль понятное дело. Тут просто будет два эпсилона. R вынесется в точке X штрих и G вынесется в точке X штрих и дальше останется интеграл от минус эпсилон до эпсилон по DX он равен 2 эпсилон стремится к нулю. В правой части будет единица. это интеграл какой бы не было маленькая эпсилон будет равен единице. Все. Мы установили, что скачок G равен нулю. Скачок G штрих в точке X равняется X штрих равняется единице делить на P от X штрих. Вот для оператора штурма Лювилля надо вот выполнить эти условия, чтобы найти функцию гривна. Если у нас уравнение не второго порядка N-ого, то все то же самое, только N-1 производный терпит скачок. А все остальные более младшие производные будут непрерывны. Ну у вас задание третьего порядка уравнения, да? А почему G непрерывно? G непрерывно? Ну вообще мы бы тогда не могли бы уравнение написать на нее нормальное дифференциальное, если бы она терпела скачок. Чему была бы равна производная в этой точке непонятно. Теперь давайте вот пользуясь вот этим нашим правилом, то что первое производит терпит скачок, запишем эту функцию Грина, но сначала мы еще одно понятие введем. G от L G от X X равняется дельта от X минус X X G называется фундаментальное решение. что такое? Это то же самое, что функция Грина, уравнение то же самое, только не надо никаких граничных условий. Функция Грина должна удовлетворять гранусловиям, а эта функция не обязана удовлетворять. То есть она неоднозначно находится и все такое, но вот она только уравнение удовлетворяет. Вот давайте введем фундаментальное решение и найдем хотя бы фундаментальное решение для вот этой задачи с оператором штурма Леувилля. Рассмотрим однородное уравнение. Л на у равняется нулю. Пусть у1 у2 его решение. Ну давайте я напишу линейно независимые решения. То есть такие, что не просто одно в два раза больше другого, а два разных решения. Если вы вспомните, значит, францкиан у них отличный от нуля между этими двумя решениями. Теперь давайте через эти решения напишем фундаментальное решение. g от x x равняется а на у 1x кдx меньше x и b на у 2 от x кдx больше x штрих. Мы считаем, что x лежит в интервале от нуля до единицы. x продлежит от нуля до единицы. x продлежит от нуля до единицы. А x продлежит к отрезку. Поэтому вот вспомнив, куда кто принадлежит, мы поймем, в каких случаях нам какой x скажем, на правой границе хотим взять, а на правой границе только нижняя строчка, будет x больше x трих, потому что x трих не доходит до единицы, а x может доходить. Если x взять равный единице, то это больше, чем x трих. Ну вот, в таком виде ищем, а теперь мы должны выполнить условия на скачке, которые мы только что выверили с вами. Скачок же при x равном x трих должен быть равен нулю. Что отсюда следует? Отсюда следует, что а на у один от x трих минус b на у два от x трих равняется нулю. Вот я написал, что нижняя строчка и верхняя просто равны в точке х-штрих. И скачок же штрих в точке х-штрих должен быть равен единице на p от х-штрих. Что отсюда следует? Скачок это из нижнего как бы из x большего x меньшего вычитаем. Сверху вниз идет скачок. Так что всегда из нижней строчки верхней вычитаем и должно получиться единица на p минус а а на u2 а на u1 от x-штрих плюс b на u2 от x-штрих равняется единица на p от x-штрих. вот такая получилась система уравнений. Ну систему уравнений мы знаем с вами что прежде чем решать надо проанализировать равен ли нулю ее определитель. Вообще стоит ли дальше возиться или ничего сделать невозможно. определитель равняется u1 от x-штрих минус u2 от x-штрих минус u1 от x-штрих u2 от x-штрих равняется u1 от x-штрих u2 от x-штрих не кажется ли вам что получилось что-то до боли знакомое получился французский ан а следовательно дельта не равно нулю мы с вами предположили что мы взяли два линия независимых решения теперь если он не равен нулю тогда дальше имеет смысл вообще двигаться ищем коэффициент а а равняется единица на дельта на такой определитель надо вместо первой колонки написать единица p и p от x-штрих единица на p от x-штрих да а здесь будет стоять минус u2 от x-штрих u2 штрих от x-штрих а здесь ноль равняется значит будет u2 от x-штрих разделить на p от x-штрих на дельта дельта тоже только от x-штрих зависит вот коэффициент а нашли давайте теперь найдем коэффициент b b равняется единица на дельта на такой определитель u1 от x-штрих минус u1 штрих от x-штрих 0 единица на p от x-штрих и равняется u1 от x-штрих разделить на p от x-штрих дельта от x-штрих вот мы нашли коэффициент b теперь мы формулу смотрим где у нас фигурная скобочка туда просто подставляем эти а и b как бы ее обозначить давайте треугольником получается что g от x-штрих равняется фигурной скобки в качестве а подставляем вот это значит будет u1 от x u2 от x-штрих разделить на p от x-штрих дельта от x-штрих когда x меньше x-штрих мы нашли фундаментальное решение это фундаментальное решение записано правда в таком виде что я не знаю никто никогда не запомнит по моему где там u1 надо x ставить или x-штрих и u2 что ставить у какой у какого решения какую переменную фунд точку наблюдения или точку источника для того чтобы эту формула записалась более короткой виде существует специальное обозначение у которых нет никого имени вот такие давайте за x больше обозначим максимум из x и x-штрих а за x меньше обозначим минимум из x и x-штрих смотрите что будет тогда вот здесь вот здесь будет здесь x меньше x-штрих x это меньше а x-штрих это больше у 1 будет от меньшего 2 будет от большего здесь что будет у 1 от x-штрих тут x-штрих меньше то есть у 1 все еще будет от меньшего 2 все еще будет от большего и не надо писать никакой фигурной скобки мы не вместо высокой формула в одну строчку формула пишем g от x-штрих равняется u1 от x меньше u2 от x больше разделить на p от x-штрих на дельта от x-штрих в этих обозначениях но эти обозначения годятся для того чтобы что-то красиво записать но потом когда мы будем считать интеграл все равно же нам надо интегрировать от 0 до x-штрих а потом этот штрих и по-разному раскрывать все равно надо вот ту фигурной скобкой конструкцию использовать но для записи ответов это очень хорошие переменные у нас задачники всегда через них все записано заметим что если у нас еще к тому же если p равняется константа а q равняется нулю то есть p не зависит от x а q вообще отсутствует нету первой производной мы с вами еще в том семестре проверяли ну и на обыкновенных уравнениях вы это учили тогда вранскян константа вранскян меняется зависимость коэффициента q как раз при первой производной и тогда фундаментальное решение вообще перестает зависеть от x-штрих от x-штрих равняется у один от x меньше у два от x больше делить на п дельта не зависит от x-штрих от x-штрих то есть вот ну через x больше x меньше конечно зависит а вот не дополнительная зависимость нет это все константы что это значит давайте заменим x на x-штрих переставим местами что будет с переменными x больше x меньше когда x меньше x-штрих то они переставятся местами но сами случаи верхний и нижний тоже переставятся местами поэтому как только вот не зависит от x-штрих явно я напишу явно следовательно g от x-штрих равняется g от x-штрих x будет взаимность вот в этих переменных хорошо проверить взаимность если x-штрих отдельно нигде не попадается значит взаимность есть действительно я как раз назвал p константа там q равно нулю это точно заведомо у нас самосопряженный оператор вот помните я там писал такую формулу в которой правильное было замечание если p константа то p-штрих равно нулю и нету при коэффициенте это вот случай как раз и даже еще более частный чем самосопряженный оператор в этом случае вот сразу видно что выполняются взаимности можно таким образом проверить или найти какие-то дополнительные коэффициенты с помощью этой взаимности теперь пусть к тому же у нас еще выберем так мы же у нас есть произвол у 1 и 2 мы как каким выбираем любые их линейные комбинации тоже можно выбрать пусть теперь у 1 удовлетворяет к левому гранусловию а у 2 правому b1 это оператор который действует на границе либо единичка либо производная dpd что-нибудь там такое тогда вот это же маленькое сразу является g большое смотрите g маленький удовлетворяет при x меньше x-штрих как раз удовлетворяет нужному гранусловию при x больше x-штрих то есть тогда мы функцию грина уже нашли пример g равняется вторая производная минус минуса в квадрате пусть мы хотим найти на интервале от минус до плюс бесконечности у когда x стремится к минус бесконечности равняется у когда x стремится к плюс бесконечности равняется то есть нулевыми граничными условиями на бесконечности ну мы видим что у нас есть у однородного уравнения у 2 штриха минуса в квадрате у есть два решения е в степени а икс е в степени минус а икс одно решение хорошо работает на минус бесконечности плохо на бесконечности никуда не годится а другое на плюс бесконечности хорошее а на минус бесконечности плохое давайте их и возьмем в качестве решений двух линейно независимых вот это будет у нас у 1 оно как раз удовлетворяет гранусловие на левой границе это будет у 2 от x ну и посчитаем вранскиан у нас тут вранскиан с минусами с плюсами такое же будет точно поэтому будем по старому с плюсами считать е в степени а икс е в степени минус а икс а е в степени а икс е в степени минус а икс здесь функции стоят а снизу стоят производные остается почитать определитель будет минус 2 а кстати вранскиан получился независим от икс как и должно быть поскольку у нас нет первой производной нулю коэффициент q равен нулю при первой производной и так вранскиан нашли все у нас мы сразу пишем функцию грина сразу пишем ответ g от x икс равняется минус единица на 2 это единица разделить на вранскиан там еще стоит p но p равен единице вот этот коэффициент при второй производной а здесь будет стоять экспонента а первое то есть экспонент первое это с плюсом от икс меньше минус и экспонента с минусом вот второе решение от икс большее вот так вот видите какая функция получилась ну может быть и не видите потому что я только что вам эти переменные ввел поэтому как бы интуиция еще не работает насчет этих переменных но вот это вот разность x большее минус x меньшее можно записать через другую функцию которую вы гораздо лучше знаете через модуль x большее минус x меньшее это всегда модуль x минус x штрих поэтому это будет функция грина равня минус единица на 2 е в степени минус а на модуль x минус x штрих вот такую функцию вы себе хорошо представляете вот g от x минус x штрих ведет себя так ну там при x минус штрих равном нулю она имеет такой уголочек скачок первой производной минус единиц на 2 стоит я написал нарисовал снизу отрицательную ее нарисовал вот такая какая-то функция ну у нее и должен быть скачок производной да положительно минус отрицательная вот это минус это там единицы и равно единице единичный скачок производной такая она и должна быть таким образом с помощью этой формулы мы всегда можем сразу написать уж точно сразу можно написать фундаментальное решение а если повезет то сразу можем написать и функцию грина за оставшиеся несколько минут я могу рассказать вам случай когда все-таки все более сложно вот редкий такой случай когда так просто не сделаешь когда гранд условий не разделяется на левое и правое если можно заблудить с трех соснов то можно запутать и на ее единичном отрезке гранд условий так что а например периодически гранд условий первое условие от нуля равно от единицы оно не делится направо или не разделяется и вот мы не можем прямо вот этим вот воспользоваться давайте я вам напишу формулу в общем случае который вам скорее всего никогда не попадется ну вы хотя бы не обязательно ее знать наизусть но хоть вы чтобы знали что такая формула есть и в случае чего вы ее найдете в каком-нибудь справочнике что все можно решить все равно в общем случае g на пикс и в штрих равняется z разделить на дельта где дельта равняется b1 на u1 b2 на u2 b1 на u2 b2 на u1 b2 на u2 значит b1 на u равняется нулю b2 на u равняется нулю это граничные условия общего вида у них b ограниченные операторы которые нельзя не про каждый сказать левый он или правый там туда и то и другое вообще говоря входит но может частном случае быть только и левым и правым то есть подействовали эти империи потом еще приравняли нулю там их единицы b сам приравнивает куда надо в нем это написано что надо сначала продифференцировать потом подставить вот дельта это такой определитель а z это такой определитель z это большой это такой определитель g от x x штрих u1 от x u2 от x b1 на g b1 на u1 b1 на u2 b2 на g b2 на u1 b2 на u1 b2 на u2 b2 на u2 б2 на u2 помните что она ездит вы ее найдете и так что за формула такая замечательная давайте посмотрим вот это вот здесь стоит можно разложить этот определитель z большое по верхней строке видно что здесь стоит функция которая фундаментальное решение которое мы уже нашли вот у нас формула там все такое умножили на вот такой вот определитель а потом делить на дельту то есть это при сокращается же остается в коэффициентом единица плюс стоят вот решение однородного уравнения с какими-то коэффициентами там отношения прикину какими бы они не стояли это решение однородного уравнения не испортят того что фундаментальное решение является решением нашего уравнения то есть у L на G должна быть дельта-функция. Дельта-функция и останется. Мы только решение однородного добавили с какими-то коэффициентами. Так что это тоже какое-то фундаментальное решение. Будет ли оно решением нашей краевой задачи? Давайте проверим. Для того, чтобы проверить, что наша функция Z делить на дельта является решением, надо подействовать оператором B1 и B2. Подействуем на вот этот. Это только от X трик зависит, вот только на этот. От X только верхняя строчка зависит. Подействуем оператором B1. Трых подействовали. Тогда две первые строчки совпали. 0 получился. B2 подействуем. Первая с третьей совпали. 0 получился. Всё. Мы доказали, что это вот та самая функция Грина и есть. То есть функция Грина всегда строится. Просто если условия разделяются на левые и правые, то тогда строится легче. Вместо такой сложной формулы вот простая формула состоящая в том, что надо просто фундаментальное решение взять, и оно уже готово и есть. А если условия нельзя разделить на левые и правые, то всё просто происходит несколько сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok